Среда Добрый день Я думаю, это правильно Люди с разным мнением Кстати, несмотря на то, что вы один из самых молодых депутатов Очень серьезные темы в вашем ведении находятся И, собственно, вопросы сегодня у нас тоже очень серьезные Одним из приоритетных направлений комитета, в котором вы являетесь заместителем председателя Является поддержка малого и среднего предпринимательства Скажите, какие сегодня меры, собственно, предпринимаются? Каким образом помогаем? Что планируем? Что плохо, что хорошо, по вашему мнению? Ну, хорошо то, что в этом году, в принципе, достаточно неплохой бюджет У Министерства экономического развития Ставропольского края Там почти миллиард рублей, из которых Значительная часть – это федеральные деньги Деньги в рамках реализации разных федеральных проектов Которые идут непосредственно на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства Это и субсидии, и субсидирование кредитной ставки И выделение микрозаймов И ряд других инструментов, которые существуют Я бы не сказал, что он прям активно и повально всех использует Во-первых, скажем так, не всем они подходят Не всем они нужны Многие просто не знают, к сожалению Это тоже вопрос, кстати, к органам власти К исполнительной власти, возможно, где-то и к нам здесь И себя можно покритиковать в плане информированности населения О мерах государственной поддержки Это, с одной стороны, хорошо С другой стороны, плохо, что в следующем году бюджет Минэкономики будет значительно меньше Он уже будет чуть более 400 миллионов рублей К сожалению, ситуация в экономике в целом И в Савропольском крае, соответственно, тоже ухудшается И количество свободной движенной массы Которую можно направлять на поддержку субъектов малого бизнеса Соответственно, тоже нам федерация сокращает Это очень печально И печально, в первую очередь, то, что мы очень сильно зависим Собственно говоря, от центра То есть максимальное количество налогов За последние несколько лет Последние, наверное, десятилетия У нас федерация из регионов забирала А регионы забирали у муниципалитетов Тем самым выстраивалась эта бюджетная вертикаль С легкой руки Все это началось с господина Кудрина Когда он еще был министром финансов Собственно говоря, сейчас все те люди Которые руководят финансовыми и экономическими ведомствами На уровне Российской Федерации Все это дело продолжают В этом смысле мы, я как представитель оппозиционной партии С этой политикой в корне не согласен Я все-таки считаю, что для того, чтобы Субъектам малого бизнеса легче жилось Нужно дать им больше свободы А больше свободы может дать тот Тот, кто с ними непосредственно рядом находится Тот, кто их видит То есть муниципалитет и регион Потому что страна у нас большая Из Москвы зачастую не видно На самом деле всего того Масштаба трудностей и бед С которыми сталкиваются Простые предприниматели Опять же, есть какие-то, наверное, особенности Нашего региона, в частности Наверняка И в этой связи вопрос Наверняка разрабатывая эту тему Занимаясь этой темой Приходится сравнивать с соседними регионами С теми, кто от нас далеко Можно ли сказать, что предпринимательство У нас в Ставрополье живется хуже Или живется лучше, чем где-то Ставите ли вы какую-то планку Достичь уровня какого-то региона, предположим Ну, не знаю, какую-то цель промежуточную Вы знаете, Лайла Честно говоря, я ко всем таким оценкам К сравнениям Отношусь очень скептически Потому что действительно у нас страна большая И очень разнообразная И просто разная И субъекты федерации, регионы, они просто разные Даже если взять нас в Северо-Кавказском федеральном округ Мы объединены с другими субъектами Российской Федерации Которые все являются республиками Нас сравнивать с кем-то из них Совершенно нелогично С одной стороны С другой стороны, сравнивать с Краснодарским краем Тоже стартовые возможности И огромное количество финансовых ресурсов Которые закачивались из Москвы туда в последнее время Ну, тоже нелогично сравнивать С кем нас это сравнивать? Ну, я бы не ставил с кем-то сравнивать Потому что, ну, это, знаете, вот Как вот средняя заработная плата Что-то еще Да, есть базовые вещи На которых нужно ориентироваться При принятии тех или иных важных Политических решений в области экономики Нужно ставить перед собой Максимально амбициозные цели Максимально амбициозные задачи К ним стремиться Насколько мы к ним приблизимся Там давать себе оценку Выработать какие-то критерии И отдавать себе отчет Что ты несешь ответственность За выполнение этих задач и целей Либо за невыполнение Если ты их не выполнил Нужно вовремя уметь уходить Чего нашим, кстати, нашим чиновникам Очень часто не хватает В том числе и не только в испанительной власти Но и в законодательной тоже Можно ли сказать, что в 2015 году Предприниматели Ставрополья Почувствовали себя лучше, чем в 2014 Ну, допустим, какие-то появились Новые механизмы помощи И можно ли предположить, что Будущий год будет лучше Либо нет, кризис и все остальные явления Первый вопрос, да, 15-й Ну, они, первый вопрос и второй Они взаимосвязаны, да, то есть как бы Что почувствовали лучше себя Так сказать, конечно, нельзя Потому что, еще раз повторюсь Ну, наша оригинальная специфика Она, безусловно, есть Но мы очень сильно зависим От тех макроэкономических процессов Которые происходят на уровне Российской Федерации И даже за пределами Российской Федерации То есть внешнеэкономическая конъюнктура Она тоже влияет на нас То есть цена на нефть Ну, 70% нашей экономики Так или иначе связана с нефтегазовыми доходами То есть кто-то их там добыл Там потом продал Переработал Появилась какая-то прибыль Кого-то вложил Кто-то что-то построил Ну и пошел этот мультипликационный эффект И в результате он доходит до конечного потребителя Там через какие-то продуктовые магазины Ну, по-разному, да Вот И в этом связи Какие бы мы сейчас не создавали инструментарий По поддержке на уровне субъекта Российской Федерации Это все нужно делать Это нужно делать обязательно Но, тем не менее, это все Ну, не влияя Если влияет, то не очень значительно К сожалению, сейчас влияют на нас В первую очередь большие инфляционные процессы Сжатие потребительского спроса Да, ну вот если мы просто говорим Там о торговле, к примеру Да, у людей становится меньше денег Соответственно, у них есть меньше возможности Купить какие-то продукты В чем-то себя ограничивают Да, или они меняют свои там приоритеты То есть у них была какая-то потребительская корзина Продуктовая, опять же Да, они там покупали, к примеру, на тысячу рублей Сейчас они уже покупают на 700 или на 600 И это происходит почти с большинством, к сожалению, населения Российской Федерации В этом, кстати, я считаю вообще, в принципе, наша самая главная беда Потому что у нас слишком большая разница Между богатыми людьми и бедными То есть у нас это очень узкая прослойка богатых людей Которая составляет примерно, я думаю, что там 2-3% населения Российской Федерации У них сконцентрировано 80-85% финансовых ресурсов всей страны Дальше еще одна тема, тоже очень важная И сейчас актуальная, поскольку конец года, как ни крути Тема бюджета Дума края приступила к работе над бюджетом на будущий год Нам известно, что вы выступили с инициативой Обращения к министру экономического развития России Алексею Люкаеву Не увеличивать коэффициент, влияющий на расчет налоговой ставки На вмененный доход Расскажите подробнее об этой инициативе, об этом вопросе Наверное, об этой проблеме, хотя я уверена, что о ней все слышали И кто-то даже, наверное, уже за голову схватился Обращения, да, действительно, наша фракция инициировала обращение Проект постановления Думы об обращении к министру экономического развития Российской Федерации Алексею Люкаеву с предложением, с просьбой, с предложением, требованием, как угодно можно это назвать Не увеличивать коэффициент дефлятор К1, который используется для расчета налогооблагаемой базы по единому налогу на вмененный доход Напомню, эту систему налогообложения, форму, да, используют у нас в Старопольском крае Примерно 60 тысяч субъектов малого бизнеса Это 55 тысяч индивидуальных предпринимателей и чуть менее 6 тысяч юридических лиц Вот, это о чем идет речь В первую очередь торговля, общественное питание и разного рода там бытовые услуги, да Как рассчитывается этот налог? Он рассчитывается, налогооблагаемая база из размера помещения умножается на размер на количество сотрудников Это умножается потом на базовую доходность Умножается на коэффициент, который устанавливает в Минэкономике ежегодно Есть еще коэффициент К1, есть еще коэффициент К2, который является понижающим коэффициентом Его устанавливают представительные органы муниципальных образований То есть, например, Дума города Ставрополь Вот, то есть даже на Ставропольском крае есть разные ситуации Ну, понятно, что там люди, к примеру, в Ипатовском районе, там, кафе или магазин зарабатывает, наверное, чуть меньше, чем, к примеру, Ставрополь Вот, поэтому здесь есть своя специфика И весь этот налог идет в местный бюджет Дело в том, что он завязан на такую категорию, как индекс потребительских цен И, исходя из этого, Минэкономики решила просто увеличить его на 16% Мы считаем, что это реально нанесет большой ущерб Это будет дополнительная налоговая нагрузка на субъекты малого бизнеса Что в результате отразится либо на ценах, да, то есть, соответственно, отразится на всех жителях Ставропольского края, на конечных потребителях, да, то есть увеличение цен на услуги и товары будет, надеюсь, 20% как минимум Вот, либо они просто уйдут в тень Это как вариант Много способов, как это сделать, к сожалению, есть Вот, и, к сожалению, наши соответствующие компетентные органы не всегда успевают За тем, что, скажем так, за новациями в сфере возможности уйти в тень Вот, но здесь людей тоже нужно понять, да, как бы, понимаете, 60 тысяч субъектов малого бизнеса Это умножаем там на семьи, получаем там, ну, пускай 150-200 тысяч человек То есть там чуть меньше, чем 10% населения Ставропольского края Да им же нужно тоже себя кормить как-то, вот А в этой ситуации государство там не идет им навстречу Но и самое главное, что здесь не выполняется даже задача наполнения местных бюджетов Из которых, возможно, исходя из этой логики, там, у Люкаев там действовал Чтобы наполнить дополнительно местные бюджеты Ну, посмотрите, если они уйдут в тень, значит, наоборот, будет снижение Потеряем, конечно Либо они уйдут на упрощенную систему налогообложения Соответственно, этот налог уже исчисляется, он уплачивается не в местные бюджеты, а в бюджеты других уровней Вот и все, то есть так или иначе местные бюджеты потеряют Поэтому мы обратились с Куликаеву, пока еще не обратились, пока мы внесли проект постановления Думы Старопольского края Об обращении к нему с требованием не увеличивать этот коэффициент дефлятора Мы надеемся, что наши коллеги по Думе Старопольского края нас поддержат Хотя сегодня профильный комитет, в котором, собственно говоря, я являюсь заместителем председателя Большинством голосов, к сожалению, нашу инициативу не поддержал И о бюджете, собственно говоря, много говорят о его социальной ориентированности О том, что экономика экономить нужно, конечно, но не на таких важных моментах, как какая-то социальная сфера И все же горячее обсуждение, это понятно, говори много, что будет на деле И чего нам ждать от этого наступающего 2016 года Ну, смотрите, базовые показатели бюджета на следующий год Это примерно 74 миллиарда рублей по доходам и 79 миллиардов рублей по расходам Что отличается на 7 миллиардов минус по сравнению с текущим годом 7 миллиардов минус по расходам, там было порядка 86 миллиардов И на 3,5 миллиарда рублей плюс по сравнению с доходами Здесь очень интересный и деликатный момент То есть сейчас, получается, дефицит у нас снизился по сравнению с прошлым годом Он составляет 5 миллиардов Здесь еще нужно разобраться, почему Потому что в тех расчетах, которые представил Минфин То есть у нас идет большое увлечение по двум базовым налогам На которые опирается бюджет Ставропольского края Ну и, в принципе, бюджет почти каждого региона Может быть не всех, но значительная часть То есть это налог на прибыль и налог на доходы физических лиц Так вот, и там, и там мы видим рост по сравнению Как прогнозирует Министерство финансов Ставропольского края Мы видим рост к текущему году порядка 115% То есть на 15% больше по сравнению с текущим годом По налогу на прибыль, на самом деле, я вижу И они вроде как связаны, что и налог на прибыль То есть открытие сегодня представитель профильного ведомства Минэкономразвития Ставропольского края Говорил, что мы в следующем году, Ставропольский край Откроет много новых прибыльных предприятий Это цитата И исходя из этого, в том числе, будет и рост, соответственно, по НДФЛ Потому что заработная плата, новые рабочие места Ну вот здесь по налогу на прибыль вызывает вопрос Мне кажется, что этот показатель рассчитан на достаточно напряженное То есть я запросил сейчас соответствующую информацию У заместителя представителя правительства министра финансов Ставропольского края Ларисы Анатольевны Калинченко Она должна представить расчеты Хочу посмотреть, из чего это все складывается Я пока считаю, что налог на прибыль в том виде, в котором правительство внесло Ну, скажем так, я пока в него не верю Посмотрим А в целом, хорошо, поговорим о том, на что будем тратить деньги Какие изменения И как они коснутся нас, жителей Ставропольского края Есть ли какие-то положительные моменты То, ну не знаю, то, чему можно порадоваться Действительно, времена не самые простые Еще раз, возвращаясь к тому, с чего мы начали наш сегодняшний диалог В силу того, что мы очень значительно зависим от решения федерального центра Соответственно, в федеральном центре тоже ситуация Напряженная, я думаю, что вы следите за ситуацией Там постоянно идут дискуссии То замораживать накопительную часть пенсии То, может быть, повышать пенсионный возраст Что-то еще Постоянно идет поиск каких-то средств Для того, чтобы, ну, закрыть определенные дыры в бюджете Вот, и, кстати, в этой связи хочу сказать, что наша фракция в Федеральной Думе Там не согласна с тем проектом бюджета, который там Вносило правительство Российской Федерации Потому что мы считаем, что Значительно большую часть нужно уделять внимание Развитию инфраструктурных проектов Поддержке образования, медицины И развитию малого и среднего предпринимательства Чего, к сожалению, не было сделано То есть у нас там и по образованию, и по медицине Идет на уровне Федерации минус По сравнению с текущим годом В Савропольском крае в этом смысле В тот проект бюджета, который мы получили Для рассмотрения в профильных комитетах Он несколько более оптимистичен Вот, и я в этом вижу какой-то определенный плюс Что в случае принятия его в том виде Нам удастся сохранить определенную Как бы социальную направленность бюджета Потому что значительная часть всех доходов Которые мы получаем Мы отправляем на те или иные социальные выплаты То есть хотя бы где-то какие-то, может быть, моменты Будут сохранены То есть я уже не говорю сейчас о развитии Я говорю сейчас о том, что что-то сохранить Это уже неплохо, это уже достижение То есть по сравнению с другими субъектами Российской Федерации Мы в этом выглядим неплохо Но это опять же, если по сравнению Что значит, что с чем сравнивать То есть в этом смысле есть какое-то определенное достижение А так, честно говоря, радоваться сейчас пока я не вижу особых поводов Ну, по крайней мере, мы можем радоваться тому Что отсутствие каких-то там негативных уж сильных изменений Запланировано, да, не будет И хуже не будет, будем надеяться Нет, я очень бы хотелось И усилия прикладываются к этому На это надеяться, да Просто я еще говорю, повторюсь Просто многие вещи, к сожалению, зависят не от нас Вот мы, возвращаясь к господину Улюкаеву Ну, вот мы раз в неделю стабильно слышим Может быть раз в две, да, что мы нащупали дно кризиса И это продолжается на протяжении уже полугода, по-моему Но все это дно нащупали, нащупали Где-то там оно пустом второе, третье, двенадцатое, четырнадцатое Чемоданы, я не знаю, бывает сколько там С двойным дном, да Вот, и это очень печально Потому что в этой связи как бы вот мы сидим и ждем Что будет дальше Вот, не хотелось бы там нагнетать какую-то панику Я думаю, что в любом случае будут приняты У нас как бы грамотные, адекватные управленческие решения Но, тем не менее, ситуация такая, достаточно напряженная Хочется от напряженной темы отойти И поговорить на другую тему Вернемся к началу нашей беседы Напомню, у нас сегодня в гостях Самый молодой депутат Ставропольской краевой думы И, собственно, о молодежи хочется поговорить Молодежь-то как раз, как мне кажется Весьма настроена решительно И как раз как-то позитивно смотрит в будущее Вопрос первый, собственно Как оцениваете развитие молодежной политики в Ставропольском крае Я уверена, что как раз молодежь у нас активная Что дают ей, собственно говоря, делать и как проявлять себя И существуют ли, существуют, я уверена Но что это за механизмы, которые способствуют трудоустройству Организации досуга молодежи, развитию молодежи Вот есть у них желание проявлять себя Как им себя проявить, дают ли им дорогу молодым Ну, на самом деле, я думаю, что самое главное достижение В той области, какие молодежь получает Какие преференции Это то, что уже по нынешним временам не мешают Это уже неплохо А так, конечно, у нас есть определенные достижения В Савропольском крае в области молодежной политики Но я считаю, что самое главное, что для молодого человека Все-таки это не должно быть основным То есть надеяться на государство То есть государство должно предоставлять Определенные базовые гарантии, базовые ценности Должны как-то обсуждаться Должна ввести на эту тему какая-то дискуссия Чтобы молодые люди понимали, в каком государстве живут Сугубо рыночном или там все-таки социально ориентированном Вот, в этой связи нам еще есть куда стремиться Я считаю, что мы должны возвращаться Мы одновременно делаем шаг вперед Но в то же время, в какое-то такое Назад в будущее Да, условно говоря, как Марти Макфлай Должны куда-то сходить и посмотреть, что было в Советском Союзе В Советском Союзе было много хороших вещей Да, это и бесплатная медицина, и бесплатное образование Вот нам нужно к этому бесплатному образованию стремиться Я веду речь не только о детских садах Которых нам, к сожалению, сейчас не хватает Мы сейчас их строим в Ставропольском крае Я надеюсь, что мы проблему с детскими садами Все-таки решим в следующем году Вот, хотя очередь, конечно, по-прежнему еще большая Вот, не только о школе Но и о среднеспециальном образовании И о высшем образовании У нас должно быть оно бесплатное Да, престиж образования нужно повышать Потому что у нас действительно все там экономисты и юристы Вот, а что-то... Другие профессии у нас как-то развиваются слабовато Хотя я сам экономист, сам очень критический в этом смысле И к себе тоже стараюсь относиться С удовольствием, может быть, какую-то новую профессию получил бы Если бы сейчас время было Ну, может быть, когда-нибудь найду его А возвращаясь о каких-то механизмах, которые действуют в Ставропольском крае Да, то есть, ну, у нас, в принципе, в рамках реализации государственной политики молодежи У нас есть крутая штука, которая называется «Машок» Пожалуйста, можно сюда приезжать, реализовать, изучать проекты Дети, молодые люди получают реальные деньги на реализацию своих грантов, своих проектов То есть, много разных интересных вещей можно попробовать Сейчас неплохой проект, который реализует губернатор Ставропольского края Наш совет... Новая энергия называется, да Наш совет молодых депутатов при Думе Ставропольского края Там активно принимает участие в реализации именно с точки зрения организационных процессов Я считаю, что проект на самом деле крутой и полезный Потому что, ну, власть нужно обновлять То есть, мы говорим о том, что там молодежи, там, везде у нас дорога и так далее А в результате, ну, очень часто мы, ну, видим, что многие люди там сидят по, там, десяткам лет на своих местах И это, наверное, на самом деле неправильно Вот В этой связи, я думаю, что большая почва и существует для того, чтобы корректировать и законодательство Там, по ограничению, там, одним-двумя сроками, там, на выборных должностях, возможно, там, как бы там Ну, здесь думать надо, как бы, разные ситуации бывают А с точки зрения, как бы, кадровый резерв, это вообще здорово, классно Потому что, вот, ты для себя, ты смотришь, ты работаешь в какой-то команде, да Там нужно кого-то, нужно что-то обновлять, что-то двигаться дальше Иногда, как бы, вроде молодых людей много Но непонятно, где, собственно говоря, эти специалисты Вот это, пожалуйста, площадка, она публична, она интересна Она, если будет эффективно реализована То есть, я думаю, что это будет хороший опыт, хороший пример, кстати, для других регионов тоже Молодежь активно, очень активно себя проявляет сейчас Ну, никто не будет с этим спорить в социальных сетях И, естественно, сейчас это такая открытая площадка для дискуссий Где, в том числе, и ругают, и зачастую ругают В том числе, и депутатов ругают Вот, кстати говоря... Каждое время... К молодежи, которая ругает Которая обращается вот поименно К депутатам, к чиновникам Прислушиваются ли или отмахиваются ли? И насколько, с вашей точки зрения Объективно, собственно, молодежь Я сейчас о молодежи ругают многие Взрослые и те, кто помоложе Видите ли вы в них какое-то здравое зерно И готовы ли вы к ним прислушиваться? Даже если они высказывают свое мнение в социальных сетях А не где-то лично Есть ли действительно те люди, которые предлагают И вы видите, да, это действительно здраво И надо, может быть, забыть о том, что было раньше И прислушаться к этому человеку Ну, да, конечно, бывают такие случаи Когда ты видишь, ну, есть серьезные, интересные, здравые, рациональные мысли Вот, почему бы и нет? Тем более в век научно-технической революции Разного обилия коммуникационных каналов То есть это вообще здорово, прекрасно Единственное, что, конечно, каждую мысль нужно еще оценивать Нужно проверять Очень часто сталкиваешься, да, когда Я, например, абсолютно привык к тому, что Ну, не то, что ругают Если бы не ругали Критикуют, мы будем Да, пусть даже ругают К сожалению, мы сейчас живем Но в такой реальности, когда Ну, тот же самый парламент Дума Ставропольского края, да, ну и в целом Я думаю, что парламент и других субъектов Российской Федерации Ну, не всегда являются центром принятия решений, да, вот И в этой связи я еще раз, как представитель оппозиционной партии, считаю, что полномочия все-таки представительных органов власти на всех уровнях И на уровне Российской Федерации И на уровне, там, городов и сел Их нужно увеличивать Для того, чтобы было больше возможности контролировать деятельность исполнительной власти И тогда, я думаю, что начнется какое-то движение вперед Потому что, вот, как бы, может, кто-то считает, что результат выборов всегда предрешен Там административный ресурс, фальсификация и что-то еще Это не так Все на самом деле зависит от нас Потому что очень часто, если ты не приходишь на избирательные участки, да, то, может, за тебя кто-то и проголосует Ну, зато, если ты пришел, то точно, точно все будет так, как надо А если ты еще поучаствовал на наблюдении, ты вообще классный, интересный, инициативный молодой человек Главное не сидеть на месте Да, согласен Вот И еще раз, резюмируя, ну, возвращаясь к самому вопросу, к сути вопроса Хотел сказать, что инициативы должны быть от молодых людей Потому что, если их не будет, то, ну, не будет вообще ничего Я понимаю, что инициативы ждут И насколько я понимаю, то сейчас действительно и правительство, я думаю, что и в Думе будут рады новым интересным идеям Людям, которые готовы не ругать, как раз окритиковать и которые готовы предлагать что-то Отрицая, предлагай Я хотела бы вот еще заострить наше внимание Прозвучало, да, мы о совете молодых депутатов Который вы возглавляете Что это за совет? Чем он занимается? И, собственно, есть ли какая-то практическая польза? Или это просто некий тренинг для молодых людей Которые в будущем видят себя уже более серьезной деятельностью, так скажем Ну, это в том числе и тренинг Но это тренинг не просто для молодых людей Да, что такое совет молодых депутатов Это консультативный орган Придуме Ставропольского края Который обвиняет в себе депутатов уже То есть избранных молодых людей В возрасте до 35 лет Всех уровней власти То есть начиная с регионального уровня и муниципального То есть заканчивая муниципальным, соответственно Ну, естественно, основная масса молодых депутатов Из органов местного совмуправления То есть это уже люди, которые уже прошли избирательные кампании Люди, им избиратели уже доверили Представление своих интересов в тех или иных органах власти Поэтому в том числе это и Он решает несколько задач, да, совет молодых депутатов Это и тренинг в том числе Потому что очень часто, ну, к сожалению И я с такой проблемой тоже сталкивался еще в 2008 году То есть ты просто не знаешь, с какой стороны подойти, да, там К тем или иным задачам, вопросам, как это правильно сделать Хотя все как бы на самом деле очевидно Ты у кого-то спросил, да, вот, кто-то тебе подсказал Но здесь такая созданная какая-то, в том числе и обучающая площадка Для каких-то базовых вещей, которые должен знать и уметь делать депутат Сколько вас, молодых депутатов? Смотрите, у нас получается в Старопольском крае порядка Ну, сейчас, ну, сейчас точно цифру не могу назвать Потому что недавно прошла избирательная кампания Там порядка 300 человек С вашей точки зрения, этого достаточно, вот этой новой, свежей крови? Или этого мало? Это мало, конечно Больше? Это мало, да, должно быть У нас из, ну, примерно 4000, может быть, чуть-чуть меньше Я там цифру могу немножко ошибаться Всего депутатов в органах местного самоуправления Из них, там, менее 10% молодежи Очень разные взгляды Я имею в виду, если сравнивать, опять же, сравнивать Понимаю, что вы не любите сравнивать Но все-таки, насколько разные взгляды Вот у молодых депутатов и у тех, кто уже давно Нет, это можно сравнивать Сравнивать нельзя С соседями Среднюю температуру по больнице нельзя вычислить А сравнить, как бы, там, качественно разные вещи Как бы, почему бы и нет Разные взгляды? И могут ли находить общий язык? И быстро ли находят Ну, конечно, взгляды разные Потому что, во-первых, люди родились в разных странах Да, просто начнем с этого Кто в Советском Союзе, кто-то в Российской Федерации Элементарно Я еще в Советском Союзе родился в 86-м году А есть у нас депутаты совсем молодые Они и 96-го года рождения, и 97-го 18 лет, 20 лет, 21 То есть, как бы, ну, это совершенно другой менталитет И людей, конечно, они по-другому развиваются Они, в принципе, даже, ну, образование в школе получали по другим учебникам С другим инструментарием Ну, элементарно, там, взять какой-нибудь планшет Которое дает возможность получать информацию гораздо быстрее Вот Чем раньше, да То есть, книги тоже нужно читать Ну, и, кстати, на планшете тоже можно читать книги Вот Это один фактор Другой фактор, что, на самом деле, ну, всегда молодые люди Ну, и я себя вспоминаю Какой я был 20 лет Какой я сейчас, да Всегда, чем человек моложе, чем он хочет Все больше, да Максимум хочет, да Вот, и вот этот максимализм, здоровый максимализм Который есть в малых людях Это очень здорово, очень круто Я думаю, что это Это, на самом деле, надежда России Угу Ну, будем От депутатов старшего поколения Всегда мы, конечно, готовы И не то, что готовы Мы уже перенимаем опыт Всегда чему-то учимся Потому что, ну, в этом есть смысл, как бы, ну, движения поколений, да То есть Я очень надеюсь Перенимать опыт в этом я не сомневаюсь Я очень надеюсь, что депутаты старшего поколения Готовы прислушиваться к молодым Вот этот Есть обратная реакция? Есть, конечно Не отмахиваются ли от вас, от молодых депутатов? Я бы не Ну, от вас нет Я вижу, вы активны С активной жизненной позицией Ну, может быть, более скромные депутаты Я бы еще не сказал, да, что сейчас ситуация в этом смысле Да у нас, как бы, у нас уже все хорошо, да То есть, как бы, что все воспринимают молодых людей Так же, там, молодых депутатов так же адекватно, как и, там, депутатов старшего поколения, да Я бы, наверное, это будет неправда, да То есть, у нас, в принципе, я же говорю, в нашей стране большая, ну, существует куча разных несправедливостей Много разного неравенства, да В том числе, там, и в гендерных вопросах, в том числе, и в вопросах возраста Хотя, на мой взгляд, все стереотипы какие-то предрассудки Наверное, наша страна их победит просто немножко чуть попозже Но мы уже движемся в каком-то правильном направлении Вот, потому что запрос на новые, свежие идеи есть, и особенно в такое, в тяжелое время, да То есть, нам систему управленческих подходов нужно менять И без свежих, без свежей крови, без свежих мыслей мы здесь не обойдемся никак Ну, я так понимаю, что стоит нам надеяться Мы сегодня много говорили о, ну, не будем говорить о плохом, да Хотя, наверное, все-таки о негативе О реальном говорили, да И я так понимаю, что как раз именно молодым депутатам принимать уже какие-то решения, которые улучшат Нашу жизнь Поэтому вы уж передавайте им, чтобы они старались, думали И вносили новые, свежие идеи, которые только будут улучшать нашу жизнь Спасибо большое Спасибо вам Я напомню, гость нашей программы сегодня Депутат Думы Ставропольского края Кирилл Кузьмин Это был полезный проект «Среда» До скорой встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова